В соответствии с последней региональной компанией, то есть, вернее, подконтрольной региону из крупных компаний, вы допускаете такой сценарий, как в Башкирии произошло, что она по нашей доброй воле может быть передано куда-то? По нашей доброй воле никому ничто передано не будет. Мы только можем получить по доброй воле, но передавать по доброй воле мы ничего не собираемся. Любой сценарий вы исключаете? Любой сценарий он может быть, но это один из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации. Никаких претензий у федеральных структурно-обзорных к работе Татнефть. Татнефть очень высокотехнологичная, высокопрофессиональная компания, которая ничем не уступает ни одной нефтяной компании. Поэтому каких-то претензий к Татнефть и быть не может. Татнефть, во-первых, очень профессионально работает на своих месторождениях, очень серьезно занимается нефтепереработкой нефтехимии, построила новый завод и дальше занимается инвестициями в Шиндепр и везде. То есть образ работы Татнефти должен быть примером для многих компаний российских. Я считаю, что Татнефть – это некий такой хороший пример. И надо стараться быть Татнефтью.